Смотрите дальше это видео, если, конечно же, вы смотрите это видео. А я надеюсь, что вы смотрите это видео. Всем привет! Я Маргарита, и сегодня мы с вами поговорим о книжных покупочках. Все мы знаем, и я думаю, каждый сталкивался с этой трагедией, когда ты читаешь 3 книги в месяц, а покупаешь 33. Дабы не ухудшить ситуацию на своих полках, по крайней мере, в этом году, я поставила себе за правило покупать не более количества книг, сколько я прочитала за месяц. За январь, к примеру, я прочитала 6 книг. Имею право купить не более 6 книг. Могу купить меньше, но если захочу, и будем с вами реалистами. Кто покупает меньше, когда можно купить больше? Не будем ходить вокруг да около, давайте приступим к книжным покупкам. Эта трилогия вроде как не перевесила мои покупочные планы, но даже если бы перевесила, мне было бы плевать. Наталье Осаяну и ее трилогия «Дети великого шторма». И здесь у нас рассказывается о бескрайних океанских просторах, бесчисленных островах и, конечно же, о живых кораблях. И вот однажды в этот мир явились пришельцы-магусы, остались здесь вопреки своим собственным желаниям. Теперь у нас прошло сколько-то там тысяч лет с того момента, и последний отпрыск уничтоженного семейства должен разгадать какую-то главную тайну. Считаю, что мне просто повезло, потому что я купила три книги. Я боялась, что я не куплю какую-то часть. Я была уже готова смириться с тем, что, наверное, в какой-то момент на моих полках будут стоять, например, две, причем это может быть первая третья или вторая третья. Мне безумно захотелось ее читать, она у меня. И, как вы понимаете, это ближайшие планы на прочтение. Я пока разочаровываюсь в плане того, что не могу купить первую, и вот уже анонсировали четвертую часть. Я думаю, что, возможно, сложится так, что я не куплю ни первую, ни четвертую. Но я не расстраиваюсь пока, что я просто держу крестики, пальчики крестиками и молюсь, чтобы все получилось, и у нас начали продавать, по крайней мере, эти книги, потому что у нас их даже не продают. Это серия «Лунные хроники» Мариса Мэйр. «Красная шапочка» — это вторая часть, и «Рапунцель» — это третья часть. Насколько я знаю, книги можно читать в разном порядке, но некая связь, естественно, присутствует. Ну, не зря же эта серия, правильно? Здесь у нас герои вечных историй обретают новую жизнь. «Красную шапочку» у нас зовут Скарлетт, она умеет управлять звездолетом. «Ара Пунцель» зовут Кресс, и семь долгих лет она провела в заточении на орбитальном спутнике в рабстве у королевы Луны. Это моя любимая обложка, к слову. Обожаю просто. Вау. Я увидела ее в видео у Али, и она посоветовала мне ее в игре на Лайфлибе. В этом году я обязана ее прочесть. Эми Хармен «О чем знает ветер». В центре событий у нас писательница Энн Галлахер. Обожает Ирландию и гордится своими ирландскими корнями. Молодая американка приезжает в Ирландию в надежде узнать историю собственной семьи, которая, естественно, не обходится без тайн и загадок. Во время этих поисков Энн попадает перемещением во времени в 1921 год и оказывается в эпицентре борьбы за независимость Ирландии. Естественно, у нас не обходится безлюбовная линия, которая в итоге может повлиять на наше настоящее. Здесь комментарии излишни. Уолтер Тэвис, его «Ход королевы» — это, по-моему, пятый роман автора, и, как мы можем судить, видимо, удачный, потому что снята экранизация одноименная. К слову, я ее смотрела, безумно влюбилась в эту экранизацию и захотела прочесть книгу. Бэт Хармон отправляют в приют после гибели матери. Ее круг общения — это одна сирота и сторож, который учит играть ее в шахматы, и они постепенно становятся для нее смыслом жизни. Лишь во время игры в шахматы ее мысли проясняются, и она может возвращать себе контроль. В 16 лет Бэт становится участником открытого чемпионата США по шахматам, но параллельно развивает свои способности. И наступает момент, когда ей предстоит сразиться с лучшим игроком мира. Сможет ли она победить? Лично мне очень хочется более глобально и тесно познакомиться с Уолтером Тэвисом, потому что в ходе чтения именно этой книги большую роль на себя забирает экранизация. Я читаю, и в ходе у меня просто в голове сами возникают картинки, сцены, и я не могу читать книгу обособленно. Это, конечно же, немножко давит. Я не могу оценить автора полноценно, к сожалению. Но я уже присмотрела одну его книгу. Ждите в ближайших покупках, возможно, за весну. И познакомлюсь. Тогда уже буду делать выводы про самого автора. Но, к слову, мне все равно нравится. Я не знаю, как правильно произносить фамилию главной героини. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. И у нас тут девушка, рожденная с крыльями. Она живет в доме на холме с мамой, бабушкой, которую все считают ведьмой, и странным молчаливым братом-близнецом. Мать Абы запрещает им показываться на глаза соседям. Но однажды Ава, естественно, теряет терпение, покидает дом и желает хоть один день побыть обычным подростком. Но, конечно же, она не представляет, как к ней отнесутся окружающие. И особенно у нас есть какой-то набожный Натаниэль Сорроус, который принимает ее за ангела. Должно быть что-то интересное. Эта книга меня настолько привлекла своей аннотацией, что я не смогла пройти мимо. Ну, естественно, господи, здесь у нас, типа, девушка, рожденная с крыльями, ребят, ну. Ой, ну а тут, я думаю, комментарии излишни. Это Уилки Коллинз, «Женщина в белом». Просто хочу себе переиздание именитых книг, а может быть и не совсем именитых. В общем, не важно. Хочу собирать эту прекрасную серию. И вот, собственно, я, так сказать, в процессе. Уильям Уилки Коллинз умело объединял в своих книгах мелодраму, детектив и нравоописательный роман, щедро приправляя их элементами готического романа. Именно в таком стиле написан самый известный роман Коллинза «Женщина в белом». В его основе лежит увлекательный сюжет о мрачном преступлении, тайна которого сокрыта за образом загадочной женщины, одетой в белое платье. А вот тут у меня есть некоторые сомнения. Книга мелькала довольно часто на Буктьюбе. Не знаю, чего от неё ждать. И, честно говоря, есть небольшие сомнения. Но тяга к этой книге, какая-то интуитивная, всё равно была, поэтому я её приобрела, буду читать. «Рори Пауэр. Дикие». И у нас тут школа-пансион для девочек на острове Ракстер. Ракстер находится в карантине уже больше года. Неизвестный вирус, почти все учителя погибли. И тела Гетти, это наша главная героиня и её одноклассниц, мутировали. Отрезанные от мира девушки не покидают стен школы. Ну и всё, что им остаётся, это ждать обещанного лекарства. Но у нашей Гетти пропадает лучшая подруга. И, естественно, она отправляется на её поиски. Не менее долгожданная покупка за эти месяцы — это «Хроники семьи Козалёт». Книга первая, называется она «Беззаботные годы». Автор — Элизабет Джейн Говард. 1937 год. Грозовые облака войны пока ещё на далёком горизонте. Хью, Эдвард и Руперт Козалёт вместе со своими жёнами, детьми и прислугой едут в семейное поместье, где планируют провести идеальное лето. Мелкие заботы, непоправимые горести, простые радости, постыдные тайны и тревожные предчувствия. Что получится, если собрать всё это под одной крышей? Мы узнаем, когда прочтём. Очень хотела познакомиться с этой серией. Привлекла меня аннотация. Мне как-то высветилось, по-моему, на Озбай в рекомендациях. Я такая, о, по обложечке что-то интересненькое. Мне нравится. Прочитала аннотацию, такая, хочу, 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 хочу. Вот я хотела уже, наверное, года пол её заказать. Вот, конечно же, уже решилась, так сказать, как вы видите. Буду читать. Как вы понимаете, это, скорее всего, тоже ближайшие планы на прочтение. Ну и последняя покупка за эти месяцы. Это Фредерик Бакман «Вторая жизнь Уве». Очень давно хочу познакомиться с Бакманом, и всё никак. А тут книжечка выпала в игре на Лайфлибе. Я захотела её купить. Теперь осталось только взять и прочесть. На первый взгляд, Уве самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты. Но у угрюмого ворчливого педанта большое доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобили с прицепом. История о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других. И это все покупки за январь и февраль. Расскажите, что крутого вы купили. Может быть, у вас тоже было что-то долгожданное, что вы не могли найти просто ни в одном магазине, ни на одном интернет-сайте или в каталоге. И здесь, наконец-то, вы это купили. Поделитесь в комментариях, мне будет очень интересно. Пообщаемся с вами там. Моя просьба на сегодня последняя — это поставьте, пожалуйста, какую-нибудь реакцию. Лайк, дизлайк, все равно. Комментарий, что-нибудь, пожалуйста, дабы поддержать мой канал, если вам нравится. И на этом все. Пока!